В Казахстане ужесточают санитарные требования к персоналу, работающему в больших коллективах. Это касается не только крупных промышленных объектов государственной службы, но и сферы услуг. Однако многие люди пытаются получить освобождение от прививки. Против выступают медики. Они стали пристальнее следить за теми, с какими жалобами к ним обращаются пациенты. Когда врач вправе освободить человека от прививки и на какой срок, Марк Брышко расскажет. Пока в стране продолжается кампания по массовой вакцинации, у мобильных пунктов выстраиваются длинные очереди. Но есть и те, кто еще в раздумьях, стоит ли получать вакцину. Причины разные. Супруг прививался у меня, потому что анафилактический шок у меня от лекарств. Мы бы хотели просто у нас, знаете, ребеночку всего месяц. Какие противопоказания есть перед вакцинацией? Хороший вопрос. Официальные противопоказания к прививке, говорит врач Айдана Айсбек, имеются только у онкобольных на лечении, беременных и кормящих. Они могут взять справку, освобождающую от процедуры. Во время обострения хронических и острых заболеваний прививка не делается, но освобождается такой пациент от вакцинации только до периода ремиссии. Срок определяет участковый терапевт. Также на некоторое время могут повременить с иммунизацией люди с обострением аллергии или артериальной гипертензией. Кто смел, тот уцелел. Такого мнения придерживается известный врач Рафаил Розенсон. По его словам, у привитого человека в 10 раз меньше шансов заболеть ковидом. А еще... Мутации в основном происходят в ядре. Вот ядро переключается, и вот эти вот мутации – это ядро. И то, что вы переболели, допустим, когда-то ковидом, в основном антитела против ядра. А если вам сделают полноценную вакцину, то вакцина будет защищать в основном от спайков. Врач назвал еще пару противопоказаний, при которых от вакцинации могут освободить. Абсолютное противопоказание, с ним не поспоришь. Это если был аллергический момент на первую вакцинацию, то вторая будет противопоказана, потому что прививки отличаются АД-26 от АД-5 вирусом аденовируса. А компоненты одни и те же. Относительное противопоказание – это первичный иммунодефицит. Разумеется, все это касается лишь тех, у кого есть реальные проблемы со здоровьем, и кому противопоказана вакцинация. Всем же остальным врачи советуют настоятельно сделать прививку против коронавируса. Чем быстрее все мы привьемся, тем быстрее мы победим вирус. Победить вирус – значит вернуться к нашей прежней жизни. Согласитесь, это стоит того. Марк Брюшко, Жандос Бетабаров, Ерлан Урзбаев, Хабар 24.